но как журналист обязан быть серьезным я должен отвечать за свои слова для меня успешный проект это легендарный проект очень интересно будет прочитать все их переписки в телеграме в ватсапе мне кажется очень вредно быть довольным собой я стремлюсь помогать людям думать когда при мне говорят какие-то глупости или гадости мне становится стыдно не за себя за вот этих людей за то что мы мы с вами это слышь добрый день в эфире же совпад меня зовут динара саджан и сегодня у нас интервью с известным российским журналистом писателем режиссером контент-мейкером михаилом зыгарем добрый день здрасте спасибо что пригласили нас на съемочную площадку в соседней комнате святая святых практически да да мы находимся в доме смирнова в соседней комнате снимают сериал по вашему сценарию я бы сказал во всем доме сейчас снимаю сериал в разных точках соседней комнате пушкинские семь богатырей репетируют сейчас свой музыкальный номер я бы только поправил вас это не по моему сценарию там разные новеллы разные серию пушкина 5 сказок мы снимаем 6 серийный сериал и я являюсь шоураннером сериала то есть я придумал всю эту идею больше двух лет назад придумал этот подход и разные звездные команды снимают разные серии то есть у каждой серии отдельный сценарист у каждой серии отдельный режиссер но идея ваша да я за всем этим наблюдаю и по мере сил руку вожу казахстане очень любят вашу книгу я не думаю только в казахстане на бестселлер во всем мире наверное ну для снг по крайней мере да более ста тысяч экземпляров я думаю даже больше вся кремлевская рать много больше намного больше даже не интересно вот вы человек такой аналитик да очень хороший который копался в архивах у вас очень много там документов попросили более 120 человек может ваша книга лечь в основу серьезного исторического исследования я с этой целью это книгу и писал я всем людям с которыми я разговаривал я говорил что моя главная цель чтобы через сто лет люди понимали что с нами происходило что было в голове у нас у тех людей которые жили в начале 20 21 века прошлом году вышла ваша новая книга все свободны история о том как в 96 году в россии закончились выборы почему именно сейчас вы написали про 90-е кажется это очень важная сейчас тема она так или иначе очень популярной в российском обществе но мне кажется и вообще на постсоветском пространстве у нас вот в этом году 30 лет с момента распада советского союза из того как с того момента как образовались независимые государства на этой территории и вот эта отправная точка что происходило в 90-е до сих пор для очень многих людей важно особенно важно для молодой аудитории которая не застала этот период который ничего не помнит которая питается каким-то мифами и слухами такое мифологическое пространство это как знаете я сравниваю это с американским образом у вайлд вайлд уэст дикий дикий запад дикий запад только это такое мифическое пространство а у нас есть не мифическое пространство мифическое время у нас был были дикие 90-е которые многие не застали но все слышали какие-то легенды поэтому мне оказалось очень важным рассказать какую-то я не хотел писать сагу про 90 это не длинная книга которая рассказывает подробно про каждый год мне хотелось вычленить один ключевой сюжет ключевой год ключевой ключевой такой клубок интриг и короткую книгу которую показывала разные разных героев и и может быть открывала бы какие-то факты которые не знают многие сегодняшние читатели многие просто не могут об этом знать силу возраста другие те которые жили в девяностые и думают что все помнят все хорошо видели своими глазами это тоже не совсем так это часто бывает аберрации памяти часто бывает таким небольшим искренним самообманом потому что люди помнят не факты а скорее свое отношение к ним не помнят то какие эмоции они испытывали тогда спустя годы все это выглядит часто совсем иначе эта идея пришла на карантине или она раньше нет я перед карантином конечно я я давно собирался написать что о чем-то вот из 90-х но не сам мне повезло что совпало время написания книги с карантином я написал и продуктивно ровно так быстро как мог то есть примерно примерно год ну то есть есть если вычесть сбор материала то вот написание пальцами у меня заняло примерно год у вас нет конкурентов да вот в этой области вот кто выписал тоже мне кажется мы сейчас живем в мире где у каждого очень много конкурентов слава богу знаете мы конкурируем сейчас за внимание аудитории мы больше никто не конкурирует в своем конкретном жанре все все конкурируют за то чтобы привлечь как можно больше плеч своим контентом искали контент мейкер на привлечь своим контентом мы конкурируем ну даже мы с вами наверное конкурируем за вечер какого-то человека он думая чем бы ему сегодня заняться вечером или днем может или почитать ваше интервью посмотреть ваш youtube канал сходить погулять на улицу посмотреть сериал на нетфликсе сходить в театр или почитать книгу в этом смысле это интересное время когда готовый контент всегда конкурирует с любым другим контентом вы написали книгу вся кремлевская рать это самая популярная книга о путине до которая подробно описывает его методы его не скорее не о путине а у его приближенного окружение будет ли в 2024 году еще раз баллотироваться путин вот интересно узнать ваше мнение и если не будет предсказатель нет я всегда отказываюсь это мне кажется это как-то подорвет мою но это сделать не серьезным знаете если я не то чтобы очень на сто процентов серьезный человек но как журналист я обязан быть серьезным я должен отвечать за свои слова я опираюсь на вашим ощущениям я могу сказать по ощущениям тех людей с которыми я общаюсь которые которых я считаю своими источниками большинство из них не представляют себе ситуации при которой бы он ушел то есть транзита власти как у нас в казахстане не будет я бы сказал что ожидание в бюрократических элитах совершенно противоположные они все настроены на то что он останется на всю жизнь но он останется и дальше знаете дорога убегающего в никуда я думаю что что казахстанский пример должен был многих как-то впечатлить потому что ну он вас это ярко ну конечно нет но это это яркая яркая и понятная сработавшая модель которая в общем ну как бы такой удачный пример на территории постсоветского пространства у нас мало удачных моделей мне кажется что у нас есть белорусская модель которая очевидно неудачная и не казахстанская которая очевидно удачная то есть у нашего первого президента очень хорошая интуиция да не трудно сказать это интуиция это это я я всегда думаю что это любое решение она является последствием разных разных факторов расчета каких-то человеческих решений очень обыденных при этом большого количества политических факторов тут никогда ничто не бывает просто но при этом все очень просто поэтому я думаю что там очень много много причин не только интуиция а где дмитрий медведев почему мы его не видим сейчас мне трудно сказать я не знаю вот когда дмитрий медведев был президентом он был самостоятельным президентом или он же все таки был я об этом написал почти почти об этом написал книжку в течение своего президента он он обретал вкус а по мере того как он обретал вкус к власти он пробовал свои силы узнает становился чуть более и более сопостоятельным в течение какого-то отрезка времени но если вот говорить о вашей книге да мне показалось что вы относитесь большой симпатии к михаилу саакашвили я не могу сказать что я кому-то из даже главу что саакашвили удалось сохранить не только власть но и нечто более ценное смотрите я я у меня возникает какое-то отношение к многим героям потому что это не была бы книга если бы я не пытался взглянуть на мир и глазами если бы я не пытался восстановить для себя их картину мира но я точно никогда не не ставил себе цель их взвесить и как бы и и решить кто прав кто виноват вот это для меня принципиальнейший момент взвешиванием занимается читатель я предоставляю всю фактуру а читатель потом вот как бы и и пропустив через себя он потом решает абстрагируетесь да у вас нет это залог не то что успеха это залог того что я нахожусь на одной странице на сэмпэйдж на одной волне с читателем я не должен навязывать читателю свою точку зрения не должен навязывать читателю свой взгляд каждый читатель должен воспринимать книгу как как что-то свое и он может складывать из этого лего ту игрушку которая ему понравится которому саду созвучно я ему представляю факты я ему представляю мнение моих источников их рассказы выводы они всегда должны быть читательскими не это это моя принципиальная позиция я я отстаиваю именно такой подход а с кем интереснее говорить с действующими политиками или x по-разному зависит от человека мне всегда интересно говорить с с людьми которые ушли от власти которые отказались от власти самостоятельно например или которые потеряли власть это очень интересно психологически потому что это ну знаете это как старое дерево много колец и много же человек который ушел от власти это человек который прожил много жизней очень он поэтому с высоты многих жизней может вспоминать разные свои жизни это всегда очень интересно потом из интервью вы сказали что если бы я был циничным и расчетливым человеком то кроме путина и навального наверное бы ни о чем не говорил то есть вы считаете что главные скажем такие трафик да люди делающий трафик это путин и навальный в россии наверное наверное это да как-то вырвано нет ничего не вырвано я вот где-то прям взяла о чем да о чем о чем я разговаривал ксении собчак вы сказали про хайп действительно ну с точки зрения кликбейта есть вещи которые их намного больше конечно люди часто кликают на на довольно непривлекательные новости люди как ни странно любят читать про преступления люди любят читать про ужасы долгие годы я руководил одним независимым российским телеканалом телеканалом дождь и у меня например был принцип мы никогда не показывали трупы просто потому что мы считали что это да это всегда привлекает трафик аудиторию но это не обязательно это не нужно нет никакой необходимости в том чтобы показывать людям ужас можно показывать им какие-то важные интересные трогательные проблемные сложные моменты при этом не не уводя их вниз я не поклонник вот когда мы говорили с ксении я говорил что я не поклонник ликбейта я не не такой конъюнктурный человек который выбирает себе темы исключительно из их популярности если бы я только шел за популярностью я бы наверное никогда не посвятил бы свою работу историй я долго ну и да и сначала вот первые 10 лет своей жизни я работал военным корреспондентом это не очень тогда не было такого представления такого понятия кликбейт но все равно знаете таскаться в ирак в ливан в лагеря беженцев в судане или или в какие-то неблагополучные районы тогда узбекистана или кыргызстана это довольно далеко от моды от того что аудитория радостно читает потом я начал заниматься историей самой разной истории истории россии постсоветского пространства это тоже не очевидно и нужда аудитории поэтому в итоге это стало трендом то есть вы трендсеттер мне кажется что отчасти я я беру я лишь часть ответственности возьму на себя мне кажется что я был одним из тех кто то показал что об истории можно рассказывать интересно что история это интересная тема это человеческая тема и я очень вот у меня есть такая мантра я люблю говорить что история это репетиция будущего почему нам нужна история почему она нужна каждому человеку потому что каждый человек не может прорепетировать собственное будущее мы не можем вот как вы предлагаете мне угадать чтобы в двадцать четвертом году я отказываюсь но посмотрев на на историю на то как вели себя разные люди в прошлом мы можем посмотреть на какие-то психологические модели из этих моделей просто наложить эти сценарии на себя подумать о том какие бы решения мы принимали какой бы выбор мы сделали в том или ином случае это не значит еще раз хочу сказать что историем повторяется что есть какие-то циклы я вообще в это не верю я не верю в какие-то предначертанные пути я против детерминизма я я верю в людей я верю в то что люди принимают решения самые разные люди иногда это лидеры иногда это группы людей иногда это большие массы людей но этот выбор который время от времени появляется между человеком появляется перед человеком это очень важная вещь и изучая исторические примеры человек может дополнительно подумать о том какой выбор правильный какой выбор ему ближе какой выбор больше в его интересах ксения собчак называет вас своим учителем и я бы хотела взять вас пару уроков да вот как сегодня делать интересный крутой контент ну я довольно давно уже не ничему не учу ксению собчак мы с ней мы были учителем и она нас называет вас учителем мы плотно работали тогда когда она начинала свой путь в политической журналистике но сейчас весь мир изменился сейчас делать крутой контент это работа не единиц как раньше эта работа миллионов у нас мир стал интереснее и сложнее потому что если раньше была профессия довольно такая ограничена кулуарная профессия журналистика и была был доволен закрытый журналистский цех и эти люди думали что у них есть монополия на информирование широких народных масс говорили в советском союзе сейчас этой монополии нет сейчас любой человек контент-мейкер любой человек может завести свой свой блог или любой человек может без подготовки без справки без разрешения свыше он может начать производить контент и учиться у у тех кто его окружает он может делать высококачественный контент может делать совершенно трешовый и низкокачественный но а может делать очень хороший в этом смысле порог входа сильно меньше намного проще стать классным журналистом классным режиссером классным писателем и достучаться сразу до миллионов нужно просто об этом нужно именно такие цели себе ставить мне кажется самое главное самый главный и первых лайфхак это это амбициозная задача нужно осознать поставить перед собой это цель это масштабный сал и план по покорению этой вершины вы очень долгое время работали на дожде и дождь был таким символом свободы да вот что для вас теперь символа свободы ну для меня в этом смысле свобода она как-то разлилась на просторах интернета на просторах ютьюба в социальных сетях по мере того как больше людей стали производить производить качественный в том числе и новостной контент у больших людей появилась возможность как-то нести свои точки зрения и проводить собственные иногда расследования даже в этом смысле технологии помогают этой свободе для меня главный источник свободы это новые технологии которые новые медиа которые дают людям тысячи источников информации часто люди жалуются что сейчас наступила эпоха постправды как не заблудиться в этом мире полном лжи да это все есть конечно но но в этом смысле ничего не изменилось просто раньше у нас было очень мало источников информации и мы зачастую знали что они все лгут ну там газета правда как говорили в советские годы в правде нет известий в известиях нет правды а сейчас вместо двух газет и двух телеканалов есть миллионы источников и и каждый человек может применив свой мозг отсечь те источники которые кажутся ему не добросовестными не качественными и возможностей докопаться до правды до какой-то четкой информации намного больше но для этого нужно критическое мышление иметь конечно я думаю что это не у всех есть в этом смысле ничего не поменялось критическое мышление нужно было иметь и пятьдесят лет назад и до изобретения айфона до изобретения ютуба это вообще маленький процент людей мне кажется что он увеличивается но если мы не поставим человека перед задачей он никогда ее не решит если человек никогда не увидит турник он никогда не научится подтягиваться только при виде турника и иметь желание подтянуться он сможет подтянуться вот мне кажется что человечество подтягивается оно недавно впервые увидел турник и оно учится подтягиваться кто-то быстрее кто-то медленнее Но это, в любом случае, процесс очень перспективный. Почему вы решили работать на себя? Ведь вы долгое время работали в таких крутых изданиях, «На дожде», «Коммерсант». Мне кажется, каждый человек должен все время начинать что-то новое. Я недавно понял, что мне очень нравится периодически ощущать себя неофитом, периодически чувствовать себя дилетантом и начинать какую-то новую профессию. Потому что это гарантирует тебя, это предохраняет тебя от того, что ты окажешься в тупике. У тебя возникнет иллюзия, что ты уже все умеешь, всему научился, дальше не к чему стремиться, и ты будешь повторять, будешь делать все то же самое, что ты уже делал. Это не нужно ни тебе, ни людям вокруг. Нужно, мне кажется, все время себя переизобретать, смотреть на мир вокруг и пытаться угадать, что ты можешь дать этому миру, что мир от тебя хочет. Нужно, мне кажется, все время экспериментировать. Вы много чего даете. Ну, вы много чего даете. Допустим, ваш проект МХТ, мобильный художественный театр, это вообще какая-то гениальная идея, я считаю. И я даже подумала, почему у нас в Казахстане этого нет. Вот как эта идея родилась? Я очень хочу, у меня есть несколько очень конкретных планов и замыслов, чтобы мобильный художественный театр, который я изобрел, чтобы он запустился и в Казахстане, и в Нур-Султане, и в Алматы. У меня есть просто конкретные, фактически, сценарии уже придуманные для Казахстана. Я надеюсь, что, может быть, в следующем году. Ну, вообще, сама идея мобильный художественный театр. То есть это аудиоспектакль или аудиогид? Это театр, нет, это, конечно, я всегда настаиваю на том, что это спектакли. Это театр, который всегда с тобой. Он находится в мобильном телефоне. Там уже написанные пьесы, необычные пьесы, не как писал Островский или Шекспир. Это пьесы, вписанные в город. Вы имеете возможность идти по городу и слушать аудиоспектакли. То есть декорации, это Москва. Это улица любого города. Актеры играют, и все, что вы видите вокруг себя, это тоже участвуют в спектакле. И вы не ощущаете себя зрителем, вы ощущаете себя участником. Все работает. Более того, мы сейчас внедрили еще дополненную реальность. То есть вы можете не только слышать, но и видеть. Вы наводите телефон на какие-то объекты вокруг, и что-то оживает. И что-то вокруг вас оживает. У нас почти 30 спектаклей уже за последние два года. А вот сейчас в репертуаре что? Вот если я прямо сейчас пойду? Все спектакли, они доступны всегда. Когда спектакль выходит, он доступен всегда. Вы ни от кого не зависите. То есть вы можете прийти на точку, нажать на play, и вот с этой точки там получается прописан маршрут, да? Ну и в любой точке, в которой начинается спектакль, вы можете выбрать любой из 30 спектаклей. У нас есть спектакли и в Москве, и в Петербурге, в Туле, в разных разных городах есть спектакли, которые можно слушать даже дома. Потому что во время карантина мы подумали о том, что если людям приходится сидеть в изоляции, и такие спектакли... Такие московские спектакли, в принципе, я знаю по статистике, многие, примерно треть скачиваний у нас, это зрители не из Москвы. То есть они могут, находясь у себя в Казахстане или в любой другой стране, скачать. В общем, друзья, нужно прямо сейчас скачать МХТ. Да, это очень просто МХТ. А сколько стоит билет? Многие спектакли бесплатны. Многие спектакли... У нас там есть разная ценовая политика. Самые свежие спектакли стоят довольно дешево. Это 379 рублей. Это даже... 64, ну это 2400 тенге. Это недорого вообще? По-моему, 5 долларов. Это вообще недорого. Да. Ну то есть мы ориентировались, чтобы это было дешевле среднего билета в кино. То есть я могу, находясь в Казахстане, послушать спектакль? Конечно, конечно. Причем большая часть спектаклей бесплатна уже, потому что те спектакли, которые вышли больше года назад, они все бесплатные. А на чем вы зарабатываете тогда? Это в основном рекламная модель. У нас есть... То есть там неожиданно, может, Чивос? Нет, 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 нет. Это... Ну мы запускаем спектакли вместе с какими-то партнерами, и там просто на афише будет написано, что этот спектакль подготовлен при поддержке Сбера или при поддержке Банка Тинькофф. Михаил, какой ваш проект был самым прибыльным? Вот я изучала вашу биографию у вас. Вы меня поставили в тупик. Почему? Потому что, вы знаете, я никогда не относился к проектам как исключительно к источникам прибыли. Я всегда относился к ним как к источникам радости. И может быть... Может быть, поэтому они прибыльные? Может быть, я еще... Знаете, я... Для меня успешный проект, это легендарный проект, а не прибыльный проект. Это проект, который как-то изменил людей, по поводу которого мне продолжают спустя много лет говорить. То есть, например, у меня в 17-м году был проект про... 1917 год, проекта 1917. И прошло уже много лет, мне продолжают часто люди говорить, что вот, а помни, помни, что у тебя был тогда проект. Это был очень странный проект. Мы оцифровали десятки тысяч архивных записей, дневников, книг, фотографий, газет. И сделали такой как бы Facebook столетней давности. Абсолютно... То есть, где люди ожили, да, в Facebook? Абсолютно на документальном материале, когда те люди, которые жили в Российской империи 100 лет назад, они day by day, каждый день писали свои настоящие мысли. О чем они думали, о чем они мечтали, вот в этот конкретный день 100 лет назад. То есть, это был не фикшн, это был не художественный проект. Он был абсолютно архивно-документальным. Но при этом все люди, которые жили тогда, Анна Павлова, Блок, Цветаева, Булгаков, Николай II, Распутин и все остальные, они вдруг стали живыми людьми и очень понятными, очень близкими. Вот это... Я не могу сказать, что он был совсем неприбыльный. Он был некоммерческий, по сути. Это был просветительский проект, но он мне казался очень успешным. Потому что он как-то изменил представление о том, как можно заниматься историей. А что это были? Дневники? Это было огромное количество разных... То есть, это выглядело как Facebook. Это выглядело как если бы вы заходите в Facebook населенными... То есть, нет, информацию вы забрали? Да, да, из дневников. Дневников, да? Мобильный театр – это... Я не могу сказать, что это суперприбыльный проект, но это тоже, мне кажется, что он стал куда больше, чем просто стартап. Потому что сейчас, в прошлом году мы получили две премии Webby. Это международная интернет-премия за достижение в диджитал-искусстве, в том числе в номинации Arts and Culture. И это значит, что наше приложение, сделанное в России, по сути, оно сейчас... Сейчас уже у нас появилась полноценная английская версия, и многие спектакли есть и на английском языке. Но в тот момент это были спектакли на русском языке. И мы получили эту премию, которая мне доказала, что, в общем, это такое изобретение во многом и в мировом масштабе тоже. И я сейчас ощущаю то, что то, во что за эти последние два с половиной года превратился в мобильный театр, это уже такая, отчасти, социальная институция. То есть это не просто мой личный стартап. Это то, что нужно большому количеству людей, то, куда люди ходят. То есть вокруг этого вырастает уже какая-то культура, и это такая платформа для большого количества разных творцов, для драматургов, для актеров, для писателей, которые могут и так самовыражаться. И в этом смысле, мне кажется, это успешным проектом. Хотя, я не знаю, на многие спектакли я трачу намного больше, чем получаю. А книги? Книжный рынок. Ну, даже все свободно. Более 100 тысяч экземпляров, это в прошлом году, в декабре, вы выпустили. Да, книжный рынок вообще не очень прибыльная вещь. Конечно, особенно в России. Мне повезло в том, что все мои книги переводятся на большое количество языков. И я думаю, что... И поскольку у меня сейчас серьезные, разные переговоры с разными студиями об экранизации, я надеюсь, что в ближайшие годы мы уже завершим наш вот этот поход в сторону экранизации книги «Империя должна умереть». Моей самой толстой книги про историю революции. И вот из этого, когда из этого будет какой-то большой сериал наподобие «Game of Thrones», наверное, вот это будет моим самым... Слушайте, ну это круто. Самым прибыльным проектом. Вот вы такой журналист, математик, аналитик, да? Человек, который... Мне просто интересно, как вы собираете информацию. Вы просто уходите в библиотеки, в поиск этой информации. Знаете, это самое, на самом деле, это самое интересное и самое любимое. Если бы я... Такое иногда бывает, когда у тебя очень много работы, и ты хочешь отдохнуть, я всегда переключаюсь на какую-то другую работу, на какой-то другой проект. Но когда я совсем устал, я ухожу в ресерч. Я начинаю заниматься ресерчем. Я могу вот этим сам заниматься, при том, что у меня восхитительная команда ресерчеров. Это одно из... У меня есть студия, которая называется «История будущего», которая делает исторические диджитал-проекты, которые производят мобильный художественный театр. И у нас есть большое количество очень грамотных, молодых историков, которые делают прекрасные ресерчи. Но иногда я им очень сильно завидую и, можно сказать, отъедаю у них хлеб, потому что... Они как археологи, да, получается? Это, ну... Современные историки очень сильно не похожи на историков прошлого, потому что сейчас это люди, которые умеют и ногами ходить в архив, и умеют фантастически гуглить, умеют фантастически искать информацию в интернете, а там ее сейчас уже очень много. Современным политикам, которых тоже будут изучать там спустя много лет, да, спустя века, что бы вы посоветовали? Там вести дневники, делать, я не знаю, видео для YouTube, да? Ну, я думаю, что там через несколько веков это будет цифровой архив, то есть всегда можно будет найти... Я очень надеюсь, что... Я очень надеюсь, что спустя десятилетия историки будущего получат доступ ко всему тому цифровому следу, который останется после сегодняшних политиков. Очень интересно будет прочитать все их переписки в Телеграме, в Ватсапе. Вы думаете, они будут доступны? Все их... Я боюсь, что нет, но я бы очень хотел, чтобы это было так. Мне кажется, это... Ну, потому что это самое интересное. Это и есть живая жизнь. Живая... Это главные... Главные свидетельства, главные памятники сегодняшней жизни. Это личные переписки, это... Ну, отчасти посты, но не только посты, это именно личные переписки. Это voice messages. Вот это все будет очень важно. Но сейчас, мне кажется, они могут почищать, да? То есть какие-то уничтожать вещи, которые они понимают? К сожалению, но и в прошлые годы, в прошлые века люди любили сжигать собственные переписки. Это очень плохо. Люди иногда вели дневники, а иногда и сжигали собственные дневники. Вот сейчас, мне кажется, гипотетически у нас доступ ко всему этому должен бы вырасти, потому что цифровой след может сохраняться и не гореть, как рукописи, но черт его знает. А чего вам не хватало? Ну, как историку, мне бы хотелось, чтобы все сохранилось. А чего вам не хватало? Вот когда вот вы писали про Бориса Ельцина, да? То есть вы собирали интервью, встречались с людьми. Вот чего вам, какой информации не хватало? Вот что вы хотели... Мне не хватало очень много. Мне не хватало жизни. Мне не хватало... То есть такой обычной человеческой жизни, да? Ну, это самое важное. Очень хочется всегда увидеть живое человеческое лицо. Очень хочется не представлять себе человека мифом или памятником, или легендой, которая не может себе позволить ничего. Очень хочется понять, что на самом деле волновало людей. Что на самом деле, о чем правда мечтали, чего правда боялись. Человеческие слабости. Ну, мы живем в эпоху, когда слабость, слава Богу, перестала быть слабостью. Многие люди понимают, что слабость – это иногда сила. Проявление человечности – это сила. И чем... И поэтому человечный портрет исторической личности – это намного важнее, намного понятнее тем поколениям, которые пойдут за нами. И всем захочется, конечно, увидеть человечный портрет, а не высеченную из мрамора статую. Мне кажется, что это каждый политик, наверное, мечтает, чтобы после его смерти там памятники ему не свергали, да? То есть чтобы он остался в истории все-таки достойным человека. Мне кажется, да, но мне кажется, что сейчас уже многие, не просто политики, сейчас в этом смысле у нас что поменялось? После изобретения мобильного телефона люди по-другому стали смотреть на то, где центр вселенной. И культура селфи показывает, что многие люди теперь себя считают важным, в том числе историческим объектом. Они уже не берут автографу знаменитости, они фотографируют себя на фоне знаменитости. Поэтому многие люди себя считают во многом, ну, пусть и не заслуженно, но это с точки зрения развития самосознания, это хорошо, что люди более ответственно к себе относятся. Они пусть считают себя какими-то важными знаменитостями в рамках своего блога, но это накладывает ответственность, это заставляет человека чаще думать, чаще задумываться, чаще задумываться о том, что он оставит после себя, что он несет. И поэтому, мне кажется, многие понимают, что вот этот памятник, памятник в виде наследия, в виде интеллектуального наследия, это самый важный памятник в нашу эпоху, в нашу эпоху, где идеи важнее, чем физические объекты. А чтобы вы посоветовали современным политикам, какие черты, какие качества им не хватают, да? Потому что, например, я фанат Барака Обамы, я не знаю, как вы к нему относитесь. Я бы хорошо. Мне очень нравится, вот как он себя ведет, да, как он поддерживал Мишелю Баму, когда она в друктуру, да? Он как раз, он классический представитель вот этого нового поколения, которое не стесняется своих человеческих качеств и который выглядит как герой фильма. Это психологическая особенность нашего времени. Мы все немножко живем в кино, мы все представляем себя, как будто бы про нас снимают бесконечный сериал. Многие так в шутку и описывают свою жизнь, что у меня начался новый сезон. Ну, конечно. Мне кажется, что... А политики всегда живут в таком состоянии, но при этом, мне кажется, часто люди не умеют посмотреть на себя со стороны. Часто люди не умеют задуматься о том, как они выглядят в глазах зрителей, которые правда увидят этот сериал. Любой человек не считает себя злодеем, не считает себя подонком. Но задуматься о том, не считают ли тебя... кем тебя считают. Но это могут... окружающие точно тебе приближенные не скажут. И вот я когда прочитала вашу книгу «Вся кремлевская рать», у меня вот сложилось ощущение, что все-таки короля делает свита, да? То есть окружение очень... от окружения очень много зависит. Любого человека делают его друзья. Скажи мне, кто твой друг и кто... Поэтому политикам нужно быть очень таким избирательным. Знаете, я бы не ограничивал все это политиками. Мне кажется, любому человеку стоит быть... Стоит просто как можно шире смотреть вокруг себя. И все время, ну не знаю, осознавать, что на самом деле ты делаешь. Каждый... у каждого... На каждый поступок можно посмотреть по-разному. На каждый поступок можно смотреть с точки зрения самоправдания или аксиомы, что ты всегда прав. А можно как-то... не знаю. Я люблю смотреть на свою жизнь как-то... Как будто бы с высоты. Это, знаете, у Курда Ванегута была в книге «Боня номер 9», кажется. Блин, я забыл. «Боня номер 7», «Боня номер 9». Там у него был хороший образ, что на время можно взглянуть сверху, как на цепь скалистого гор. Мне кажется, это очень важно. Смотреть на время сверху, как будто бы это горная цепь. Вот вы на себя смотрите с какого возраста? Когда вам 90 лет? Нет, я не знаю, каким я буду, когда мне было 90 лет. На сегодняшнем дне, к сожалению... Вы собой довольны на сегодняшний день? Если бы я... вот смотрите, я вам говорил, что я отчаянно... Борюсь с тем, чтобы быть с собой довольным. Поэтому я все время начинаю какие-то... Что-то новое, да? Я никогда раньше в жизни не снимал кино. Мы сейчас с вами сидим вот в этих странных декорациях. А мне нравится. Потому что тут снимается сериал про... Он не про пушкинские времена, но он... Поскольку мы здесь снимаем сказку о мертвой царевне, там богатая сегодняшняя молодежь, преуспевающий рэпер, его богатые подруги. У нас на этой сегодняшней съемочной площадке мы создаем такую странную, очень эклектичную атмосферу. Но чувствую ли я себя уютно вот так вот? Нет. Мне кажется, что это противоестественная... Для вас. Да, к сожалению, обстановка. Но с другой стороны, я вас вынудил прийти в это помещение. Заниматься кино для меня совсем неорганично. Я всю жизнь занимался чем-то другим, но специально решил попробовать себя совсем в новой профессии, где ничего не знаешь, для того, чтобы... С одной стороны, это интересный обучающий курс, с другой стороны, это очень интересный челлендж. Если ты не челленджишь себя, то ты можешь быть неоправданно доволен собой, а, мне кажется, очень вредно быть довольным собой. А к чему вы стремитесь? Я стремлюсь... Я стремлюсь помогать людям думать. Мне кажется, что очень много, много всего вокруг нас, что нуждается в каком-то совершенно новом осмыслении. Мне почему-то... У меня есть, может быть, заблуждение, а может быть, такая у меня есть вера, что на многие традиционные вещи в 21 веке нужно смотреть по-другому. Ну, совсем. Просто мы, к сожалению, по традиции, по-прежнему смотрим на, не знаю, на систему образования. Ну, все века существования человечества люди вот так вот подходили к образованию. Они думали, что... Школа, университет. Доска, классы. А кто сказал, что именно так правильно, что именно в школе, за партами, перед доской? Вот почему так? Да, это традиция, но, наверное, можно уже сейчас, сохраняя все лучшее, придумывать какие-то другие... Я в этом смысле... Я не говорю про дистанционное обучение и про исключительно онлайн. Но и у этого есть свои очевидные плюсы. По-другому можно смотреть на очень многое. На медицину, на историю. Моя любимая дисциплина – это история. Мне кажется, что, в принципе, история человечества нам неизвестна. Потому что историю всегда краили под нужды конкретных исторических лидеров. А не под нас. А вот нам, людям, которые живут в 21 веке, полезно было бы вот эти фильтры убрать просто. Знаете, очень много фильтров. К сожалению, очень много раз ее кадрировали, очень много фотошопа в ней. А это же можно. Это у нас есть... Слава богу, сейчас у нас на руках есть все инструменты, чтобы из своей жизни выкидывать вот эти лишние фильтры. А у вас не было идеи написать книгу о казахстанской политике? Я вообще... Мне нравится в целом. История в таком глобальном контексте. Я хотел бы написать историю... Один из моих проектов, который я вынашиваю только. Я хотел бы написать книгу об истории... Ну, давайте назовем это постсоветским пространством, но именно на очень большом отдалении. Мне кажется, что... Ну, я переживаю по поводу того, что, например, российский взгляд на историю, он черно-белый. Есть, как и есть, там, московские князья, а есть татар-монгольская ига, которая со знаком минус. Я не понимаю, как вообще в истории уже сейчас можно кого-то наделять знаком минус, а кого-то знаком плюс? Потому что очевидно, что и те, и другие люди, и те, и другие наши предки, и те, и другие – это исток нашей культуры. И в самых разных странах, которые находятся вот в нашем полушарии, мы все по-разному кормились и кормимся вот теми культурами, которые здесь были до нас. Почему история России должна быть москвоцентрична? Ну, как бы, а если крупнейшая империя, которая находилась на этой территории, имела свою столицу не Москву, а сарай, который находится в Верховье Волги, это совсем друг... Почему мы отсекаем вот эту часть? Ну, не мы. Почему историки, которые жили в 19-20 веке, сформировали такой канон? Мне кажется, это, ну, политически мотивированный, ангажированный канон, который, конечно, мешает нашему восприятию себя и своей истории, и своей культуры. Ну, вот про Казахстан вы бы хотели написать? Ну, конечно, ну, то есть, вот в этом смысле Казахстан находится в центре этой истории. Мне кажется, у вас получилось. Мне было бы очень интересно. 19 сентября пройдут выборы в Госдуму, и вот в последнее время мы в Казахстане, в прошлом году тоже слышали, в этом году очень часто слышим выпады вот в сторону Казахстана. Депутат Никонов сказал, что территория Казахстана это большой подарок составной России. Федоров сказал, что Казахстан часть территории получил в аренду. То есть это что, предвыборная агитация? Или как вот вы думаете? Или вы даже не читали об этом? Я не слышал, если честно, про это совсем. Ну, вы как думаете? Мне стыдно, когда я что-то такое слышу. Мне очень стыдно. Я не хотел бы про это говорить не потому, что мне наплевать. Просто мне очень стыдно, что такое происходит. Я бы мне... Ну, то есть, не знаю, если бы... То есть, когда при мне говорят какие-то глупости или гадости, мне становится стыдно не за себя, а за вот этих людей, и за то, что мы с вами это слышим. Мне очень стыдно, что люди в России вынуждены это слушать и люди в Казахстане вынуждены это слышать. Очень жалко, что это происходит с нами. Ну да, наверное, люди... Я не знаю, что они пытаются поймать. Потому что в последнее время недавно говорили о том, что якобы там в Казахстане притесняют русский язык. Вы слышите меня. Я прекрасно говорю на русском языке. Я часто, я часто... У нас вообще нет такого. Я часто бываю в Казахстане за последние годы. Ну вот, если вычесть период коронавируса, я, ну, раз пять был, был вот просто в течение года перед началом карантина, я хорошо знаю, как все в порядке в Казахстане, что в Казахстане все в порядке. То есть это просто предвыборная агитация, да? Или я бы... Ну, то есть, может быть, это какое-то предвыборное обострение. Я думаю, что это не просто цинизм, это еще цинизм, умноженный на какую-то природную подлость, может быть. Проект 1968 Digital вы сделали с нашим казахом Тимуром Бекмамбетовым. С нашим общим казахом. Да, 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 да. Я знаю, что вот вы колесили по Америке. Ну, это был, да, это был международный проект, который выходил в Америке на платформе BuzzFeed News. Это самый, самый популярный американский новостной сайт. Он выходил во Франции на сайте газеты Liberation и по-русски на платформе Medioteca. То есть это был такой международный сериал, очень новаторский, потому что это был сериал, снятый для мобильных телефонов. Вертикальное видео, 35 серий. Ну, там и просмотры, и 35 миллионов. Там намного больше. 35 миллионов – это только русская версия. На самом деле, там под 100 миллионов, если брать все языки. Это был первый проект, который купил Apple. То есть вот тогда Apple только... Это вы как уже на Apple? Начинал думать о том, чтобы вкладываться в контент. И несколько серий Apple у нас купил. То есть мы находились у истоков забега Apple в сторону производства сериалов. Ну, тогда вот вы же долго искали, да, себе партнеров, и именно Тимур Бекмамбедов откликнулся. Да. Тимур, ну, Тимур – визионер. Тимур – человек, который всегда старается придумывать новые формы из будущего... Он тоже на карантине. ...из будущего киноязыка. И, в принципе, Тимур изобрел вот этот великолепный язык, который он называет Screen Life. Ну, это классная идея. Которая показывает действительно, что на наш сегодняшний мир можно смотреть через интерфейсы. И через интерфейсы мобильного телефона, через интерфейс компьютера можно показать любые человеческие эмоции. Можно показать, как человек грустит или как он рад, при этом не показывая его лицо, а показывая только буквы и картинки в его телефоне. И мой последний вопрос. Как вы думаете, какие люди будут востребованы в будущем? Я думаю, что в будущем будут востребованы все люди. Потому что, ну, мне просто кажется, Мы сейчас видим, что очень много людей уже теряют там профессии свои. То есть какими навыками нужно обладать? С другой стороны, ну, смотрите, да, с одной стороны, мне правда кажется, что мы движемся все-таки в сторону какой-то больше инклюзии. И люди разные, с разными навыками, представители разных культур иногда проще находят себе место, чем это было сто лет назад. И я надеюсь, что это дальше будет развиваться. И, не знаю, люди на колясках, люди с какими-то особенностями развития, люди не только из крупных городов, но и из отдаленных каких-то селений благодаря, в том числе, технологиям. Я люблю говорить, что Ломоносову в 21 веке не нужно было бы идти из своей архангельской области, он мог бы у себя через свой простенький мобильный телефон тоже найти себе информацию. Поэтому это зависит от желания. Будут востребованы ищущие люди, будут востребованы те, любые люди, с любыми навыками, но которым хочется, которые хотят ставить себе запредельные какие-то цели или, может быть, не обязательно запредельные. Но просто нужно эти какие-то цели формулировать и идти по этому пути. Но я думаю, что в этом надо как раз... И потом переформулировать, перепридумывать. Чем чаще перепридумываешь, уточняешь то, что ты хочешь, тем лучше. Нужно все время смотреть на то, что мир меняется. И придумал, а потом перепридумал. Ну, я думаю, что в этом нам помогают как раз такие люди, как вы, новаторы, такие, знаете, визионеры. Потому что вы действительно заставляете думать. Я благодарю вас за эфир, за интервью. Мне было очень интересно. Я фанат ваших книг. И еще один вопрос. Какая книга ваша самая любимая из ваших книг? Из моих? Нельзя так говорить, но мне, но я люблю книгу «Инпередажно умереть». Ну, вообще, вот та, которую я сейчас пишу. Вот она самая любимая, конечно. Как она будет называться? Она, не скажу. Но она в следующем году уже выйдет. О чем? Она про распад Советского Союза. Про 80-е и начало 90-х. Супер. Спасибо большое. Благодарю вас. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok